Добрый день дорогие друзья, добрый день уважаемые радиослушатели, видеозрители YouTube. Мы начинаем, точнее продолжаем. У нас уже третья программа сегодня в понедельник 31 октября Happy Halloween тем, кто отмечает этот самый непонятный праздник. Ну а сегодня, как всегда, по понедельникам время в Чикаго 11 часов утра, время на западном побережье Лос-Анджелес, Сан-Франциско 9 часов утра всего. Ну а на территории Москвы в этот час 19 часов, 7 часов вечера и программа по понедельникам, которая называется Путь йоги. Автор и ведущая этой программы Анастасия Хрущинская, Сан-Франциско. Прошу любить и жаловать. Настя сейчас объявит своего гостя, которого я-то уже вижу. Ну а вы увидите в записи, дорогие друзья. Настя, тебе слово. Спасибо, Миша. Добрый день. Друзья, я вас приветствую. Сегодня понедельник, и наша программа Путь йоги снова в эфире, чему я очень рада. Сегодня у меня гости из Питера, потому что наш гость сегодня сейчас находится в Санкт-Петербурге, и я его с огромной радостью представляю. Это Роман Косарев. Роман, добрый вечер. Да. И мы сегодня с Романом поговорим о практике випассаны. Я думаю, не только мы про випассану будем разговаривать, конечно, я думаю, что мы вообще про йогу и обо всём поговорим, потому что Роман мне интригующе сказал, что для него запретных тем нет, поэтому мы можем у него что-нибудь спросить интересное и то, что всех волнует. И, наверное, даже это как-то символично. Сегодня действительно в США отмечается Хэллоуин, а мы сегодня поговорим о практике випассаны. Я думаю, что большинство наших слушателей вообще знают, что это такое, хотя бы понаслышке. Это такая медитация молчания, но подробнее мы поговорим с Романом. И я буквально пару слов скажу о Романе. Он один из ведущих преподавателей йога-центра ОМ и практикует йогу уже более семи лет, пять с половиной лет из которых он преподает. Он является сертифицированным преподавателем Международного йога-альянса, проводит регулярно семинары, практики, организует медитацию випассана, как раз о том, о чем мы планируем сегодня разговаривать. Организует туры в Индию и по местам Будды. И Роман не является сторонником какой-то определенной концепции в йоге, что на самом деле очень интересно, потому что, мне кажется, каждый человек, он практикует свою собственную йогу, да, как-то вот она всегда трансформируется. Чем больше я веду эту программу, тем больше мне так кажется. Роман, еще раз здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам сегодня присоединились в эфире. Роман, вы... Да, у нас может быть небольшие задержки в звуке, так что вы не переживайте, потому что, конечно, интернет, он нам дает безграничные возможности, с одной стороны, но иногда он, ну, немножко нужно к нему привыкнуть. И, конечно, первый мой вопрос, который я обычно всегда задаю своим гостям, почему вы пришли в йогу? Когда вы пришли в йогу, да, как у вас персональный путь в йоге начался? Ну, знаете, моя деятельность до йоги была весьма странной. Я работал в клубах Москвы, барменом, очень так, в вывеселительных заведениях. И в один прекрасный момент, где-то 7 лет назад, ну, даже чуть-чуть раньше, пришло непонятно откуда понимание того факта, что я живу не так. Ну, что-то со мной вот начало происходить в сознании, в уме, какие-то трансформации, которые показывали мне неправильность моего поведения, моего образа жизни. Хотя у меня была семья на тот момент, и жил, как говорится, как все, как большинство, точнее. И после этого я начал искать различные варианты развития дальнейших событий. И попались мне, конечно же, ролики различные. Сначала это были ролики по оздоровлению тела, буквально, в частности, с алкоголем связаны. То есть, работая в барах, ну, что говорить, как говорится, что скрывать, были всякие разные тусовки, так называемые, связанные с алкоголем. Ну, и это вот как раз стало таким побудительным мотивом, чтобы искать альтернативу. Ну, ролик за роликом, шаг за шагом постепенно вывел меня на информацию о йоге. Что такое йога? Конечно же, больше всего сейчас говорится о йоге как о неком освобождении, о том, что вот человек, который занимается йогой, должен там достичь определенной трансформы и вообще уйти с этой планеты, то есть освободиться. Тогда я тоже этим моментом заинтересовался. В частности, это была кундалини-йога у меня. Такая, я хотел поднять кундалини и, как говорится, с этой планеты, в безграничную нирвану уйти. Силой кундалини, да? Ну, да. Соответственно, пришел я на кундалини-йогу, один раз побывал и понял, что это не моя практика совершенно, начал искать дальнейшие стили, подбирать под себя. Я перепробовал где-то около 7-8 стилей, ну, очень известных, конечно же, в современной хатха-йоге. И в итоге пришел в клуб ОУМ, в котором, в принципе, который не придерживается тоже никакого стиля, направления, показывает всем своим существованием то, что у каждого свой путь. И каждый может идти и должен идти своим путем. Ну, вот так постепенно я начал преподавать. Причем, вот сегодня, как вы обозвали праздник, да, в Америке вся Америка гуляет. У меня как раз 5 лет назад ровно произошло такое грандиозное событие, вот именно на этот праздник. У меня был тогда выбор между тем, чтобы остаться там работать на тусовке очередной, хэллоуиновской, либо поехать там на одно собрание, закрытое в клубе. И вот так карма меня вывела, что как раз я попал на собрание, чему, собственно, конечно, рад. Ну и вот дальше иду с клубом, развиваюсь, развиваемся вместе. Здорово, как вообще вот неожиданно, но приятно, что мы с вами отмечаем эту дату вот таким замечательным эфиром. И, конечно, хотелось бы все-таки поговорить, спросить вас о том, кто ваши учителя, да. Я так понимаю, что клуб ОМУ, я знаю, что Андрей Верба, он не любит, когда его называют учителем, там вот с большой буквы, да, хотя он является основателем этого клуба, да, но тем не менее все-таки об учителях, потому что в йоге, мне кажется, это важно очень. Да, несомненно, это важно. Но если мы говорим об учителях проявленных, то, конечно же, Андрей является человеком, у которого я многому учусь и научился, и, надеюсь, буду еще учиться. Опять же, не то, чтобы он не любит, но он прекрасно все принимает, то, что к нему приходит. Вот, но есть еще один человек, который тоже был очень сильным мотиватором для моего развития, это Алексей Васильевич Трехлебов, писатель, славянист, сейчас, к сожалению, это не медийная личность, вот он пишет книгу в тишине, так сказать, в затворе, но вот эти два человека, которые оказали на мое развитие максимально возможную, в общем, максимальную форму его привели на тот момент. Конечно же, вообще в йоге и в состоянии йоги человек должен учиться всему, через окружающую среду, так сказать. То, что к нему приходит, любой поступок, любое отношение к нему, любое слово, даже произнесенное рядом с этим человеком, должно являться учителем. Но еще, конечно же, хочется сказать самое важное, на мой взгляд, то, что самый главный наш учитель, как ни крути, это учитель внутри нас, внутри каждого из нас. И, кстати, вот практика випассаны как раз является, или может помочь людям это вспомнить, как это громко, может быть, не звучит. Ну, тогда уже, раз мы затронули випассану, да, тогда расскажите нам, что такое вообще випассана, потому что, ну, вообще практика необычная. Насколько она реально для прохождения любым человеком, либо все-таки к ней нужно готовиться. Вообще, что такое випассана? Хотя, может быть, надо начать, наверное, с того, что такое медитация, и почему нам нужно этим заниматься? Ну, вы знаете, понятие «нужно» или «должен». Да, я согласна, вы меня правильно подловили. Нет, не пытался, но так устроено в современном обществе, что мы кому-то что-то должны, что-то нужно. А по большому счету, по большому счету, никто ничему никому не должен, ничего не должен. И каждый поступает в силу определенных обстоятельств. Кто-то, ну, большинство людей, конечно же, живут в силу своих, в силу сложившихся обстоятельств, последствия своих каких-то дел в прошлом, то есть обусловлены кармой, как ни крути. К сожалению, об этом мало кто знает, но сейчас, кстати, люди пробуждаются и больше обращают внимание на этот, можно так сказать, вселенский закон. Потому что как ударишь, так получишь, что посеешь, что пожнешь. Мудрость предков. Можно одну ремарочку? Конечно. Я вот просто пост ваш, который вы выложили в фейсбуке, там есть, хочу об этом немножко сказать, там у вас написано, что ваша программа помогает, точнее, о том, как встать на духовный путь с помощью практики йоги, как измениться с помощью йоги на всех четырех уровнях бытия, физическом, социальном, интеллектуальном и духовном. Вот хотел бы одну ремарочку внести, вы не затрагиваете, это не значит, что это кто-то неправильно делает, я говорю правильно, нет, конечно же. Но есть такая концепция, которая мне близка и которую я пытаюсь тоже продвигать, и клуб наш тоже продвигает. Энергетическая составляющая, или даже энергоинформационная составляющая всего, то, что происходит, всего материального, так сказать, мира. Это очень важно, и социальный, интеллектуальный, это все хорошо, но вот об энергетических аспектах очень желательно тоже проговаривать всегда, потому что энергия, она следует, ну что, она не следует, все, в принципе, состоит из энергии. И энергия, это все мы сами, материя, это вы же знаете наверняка, ученые давно доказали, что материя это просто плотная энергия, вот и все. Если там смотреть на руку, например, под микроскопом с сильным увеличением, то мы выйдем на пустоту. То есть реально будет пустота, когда там между атомами, там такие расстояния грандиозные, которые, между которыми ничего нету, там пустота, и все есть энергия. Поэтому желательно эту составляющую тоже вам как-то, может быть, подкорректировать. Ну это такая маленькая ремарочка. Мы открыты, мы всегда рады будем подкорректировать. Очень интересный взгляд, и спасибо вам, что вы отметили это, потому что это очень важно. Когда я начинала эту программу, да, у меня было какое-то видение, там, некоторое время назад, уже больше полгода наши эфиры выходят, да, и я не знала, как она будет развиваться. Мы же, вы же сами знаете, как человек, который йогой занимается, мы не можем предугадать однозначно, как оно все будет. Поэтому очень интересно, я это учту обязательно, потому что это очень важно, я с вами абсолютно согласна. Вот как раз мы можем через этот аспект подойти к практике Випассаны. Если мы рассматриваем людей как некую энергоинформационную структуру, а не просто как кусок мяса, да, набитый там всем чем угодно, и кусок мозга, в который постоянно, каждый день, каждую секунду вливаются там мегабиты, мегабайты, гигабайты информации, там, через интернет, опять же, ну, сами знаете, если мы все-таки рассматриваем человека как энергоинформационную структуру, тогда нужно понимать, что все вокруг взаимодействует друг с другом, и энергия как раз, она обуславливает очень много. То есть, когда люди общаются, вот два человека общаются, происходит взаимообмен энергии, это как сообщающиеся сосуды. То есть, люди, находясь, даже вот вы сейчас в Санкт-Франциско, я сейчас в Санкт-Петербурге, мы с вами общаемся, но у нас идет определенный энергетический контакт, это нормально. Это в йоге, это, как говорится, обыденность, об этом все знают. Люди, которые занимаются не только телом, а которые как-то глушь немного смотрят на йогу. И вот в этом есть она и как и проблема, большая проблема для большинства людей, так и, конечно же, спасение через понимание этих процессов, через осознавание. То есть, когда люди общаются, люди же тоже с разным набором своих инструментов, правильно, каждый из нас, у каждого свои гигабайты информации, и она тоже с энергией перетекает в каждого. То есть, ты пообщался с кем-то, загрузил в себя неосознанно какую-то часть информации, и с этой информацией, которая тебе совершенно не свойственна, живешь дальше. А учитывая тот факт, что большинство людей общаются друг с другом постоянно или даже не общаются, проехались в общественном транспорте, на машине, в магазинах, ну, в постоянный обмен идет. То же самое телевизор, самое обыкновенное, так называемое, орудие геноцида, есть такое выражение, уж извините, я его употребил. Мы с вами согласны абсолютно, да. Но по факту через вот эти средства человеку вливают, именно вливают потоки информации, которые ему совершенно не нужны. И вот как раз йога в частности, и йога лучше в целом, и практика випассаны, она помогает очиститься, конечно же, трансформироваться потихонечку, и, так сказать, ставить небольшие блоки даже ставить. В принципе, это все реально. Сочетные блоки, да, имеется в виду, какие-то, то есть ты вырабатываешь внутри себя какие-то способности, которые тебе позволяют вот именно держать некий экран от этого информационного, бесконечного энергетического влияния на себя. Да, ну, до некоторой степени, потому что все равно обмен постоянный. И смысл в том, что если человек не будет прикладывать усилия, то есть он не будет заниматься, он будет жить, как вот он живет, то рано или поздно он не успеет оглянуться, как ему будут свойственны какие-то другие мотивации. Ведь смысл в чем? Человек рождается маленьким, да, ему сразу начинают что-то показывать, что-то рассказывать, начинают там какие-то игрушки ему показывать, обучать в детском саду, в школе, родители, бабушки, дедушки на улице и прочее. И вот эта вся информация складывается у человека в некий образ, через который он начинает познавать мир и через который он начинает воспринимать себя самого и себя, соответственно, в этом мире. Так вот в этом большая проблема, потому что это не он, это не человек, как он есть. Это вот этот сформированный образ этого человека. И, опять же, из-за обмена постоянного, из-за постоянного потока информации люди себя не знают, и они начинают жить теми мотивациями, которые, в принципе, им не присущи. Ведь много раз, ну сколько историй, которые, так сказать, людей хороших, вот мы знаем человека прям в хорошем, вот хорошего человека. Вы же знаете хороших людей. Конечно. Но иногда, наверное, бывает такое, что какой-то хороший человек поступает как-то, ну, условно, не по-хорошему. Ну, бывает. Вот. С чем это связано? Почему это происходит? Возможно, это не сидит внутри его. Возможно, это как раз все приобретенное. Да и, скорее всего, так и есть. Потому что те же телевизоры и прочее, они как раз вот такую информацию и больше вливают в людей, к сожалению. Так. И все же, возвращаясь к випассане, да, это достаточно, ну, на мой взгляд, я, к сожалению, не имела пока возможности пройти эту практику, ну, в силу определенных обстоятельств, хотя очень много лет об этом думаю, и надеюсь, что она когда-нибудь случится в моей жизни обязательно. Особенно в современном мире, на мой взгляд, это вообще очень сложно для современного человека, 10 дней молчания, да, то есть, ну, коротко мы скажем нашим слушателям, что такое випассане, это медитативная практика, целью которой является сохранение, ну, в первую очередь, не целью, простите, пожалуйста, я немножко себя поправлю сама, да, то, как бы, метод, которым мы погружаемся в эту медитацию, один из способов, да, мы храним полное молчание в течение 10 дней. Вы меня поправляете, если я что-то не так сказала? Хорошо, конечно. Да, вот, и, соответственно, вот мы все такие в этом информационном поле, мы живем в мегаполисах, мы все время куда-то бежим, мы что-то делаем, да, и вдруг раз, и все, 10 дней мы молчим. А я так понимаю, что людей, людям тяжело, людям сложно, даже тем, кто занимается, я думаю, давно практикуют какие-то духовные практики, тот, кто занимается йогой, вообще, те люди, с кем я беседовала, кто проходил випассаны, все говорят, что это очень тяжело, это очень сложно, потом, естественно, получается невероятный результат, но, тем не менее, как вообще вот к этому прийти, как на это решиться? Вы знаете, вот мы, наш клуб проводит випассану с 2012 года и проводит регулярно, сейчас вообще у нас раз в месяц происходит мероприятие такое, каждый месяц в Ярославской области, и, соответственно, много людей уже прошло через эту практику, много людей написали отзывы, и, соответственно, впечатлений тоже было много выслушано. Как приходят? Кто-то приходит по каким-то внутренним тяготениям, кто-то ищет тишину, вот действительно, правильно сказали, молчать это очень непросто, и люди, бывает, приезжают как раз, чтобы просто помолчать. Ведь, опять же, если мы все-таки возвратимся к энергетическим аспектам, потому что они очень важны, и, надеюсь, кто-то что-то поймет для себя, что-то подчеркнет из этого, человек каждую, в принципе, каждую секунду тратит свою жизненную энергию, вообще на жизнь, на все, что мы делаем, мы тратим свою жизненную энергию. Основная проблема, как мы ее тратим, и откуда мы ее потом будем получать. Ведь нам говорят, да, покушай, у тебя будет энергия. Все верно. Но это более такая грубая энергия. Есть там ментальная энергия, которую мы получаем посредством обретения знаний и прочего. Но есть определенная жизненная энергия, с которой мы приходим в этот мир. То есть воплощаемся уже с какой-то базой, с какой-то основой. И она у нас тратится. Она, конечно, и пополняется, и с помощью есть практики специальные, в йоге они известны, которые могут восполнить этот пробел какой-то. Так вот, речь, к чему все шло, речь, она, вы, наверное, знакомы ведь с чакральной системой. Конечно, да. Очень много разных концепций, которые отражают разное понимание, сколько там чакр у человека. Ну вот, если мы разбираем семи-чакральную, семичакровую систему, то есть такая вишутха. Вишутха, да. Горловая чакра, она отвечает как раз за речь и все, что с этим связано. Так вот, через эту чакру человек сливает невероятное количество энергии. То есть потому что ему сложно сейчас молчать. Вот постоянный вот этот поток, постоянная работа языка, она очень утомительна. На самом деле я даже просто могу сразу порекомендовать вот людям, которые много говорят, хотя бы один раз в неделю попробовать помолчать один день. Один день, вот выделить себе даже не целый день, даже, я не знаю, там, несколько часов, и вот осознанно помолчать и прочувствовать эффект, который будет на выходе. Это невероятно. И поэтому действительно люди ищут тишину, ищут то место, где, или ту методику, которая им поможет обрести ее и как раз помолчать. Так вот, кого-то тянет одно, кто-то приезжает вообще в первый раз. То есть бывает, люди приезжают, которые говорят, я не знала ничего о йоге, тем более о випассане, набрала там что-то в интернете, мне открылось, я вчера набрала, сегодня приехала, и вот уже есть. Правда, такие бывают люди? Бывают, и очень много таких людей бывает. Но тут момент, конечно же, это связано с причинно-следственной связью, то есть у человека есть карма попасть на такое мероприятие, это нормально. Сейчас я говорю, людей все больше и больше, которые задумываются о каких-то духовных величинах, это позитивно, это радует, конечно же. Так вот, каждый по-своему, как кто приходит, вот меня лично, например, випассана, тоже нашла сама, то есть я не думал никогда, что я буду преподавателем випассаны. Просто за полгода до определенного момента внутренний голос, кто там, что там, я, честно говоря, не знаю, но сказал мне, что мне нужно научиться длительное время сидеть в медитативных асанах. То есть я, конечно же, занимался до этого хатха-йогой и продолжаю заниматься, но думал, что для меня эти практики еще будут нескоро актуальны. Но что-то мне подсказалось, что тебе нужно сейчас вот заниматься. И, соответственно, я начал прикладывать усилия, и полгода там каждый день тренировался, тренировался, тренировался. И потом так получилось, что я сам, конечно же, прошел эту практику випассану, чтобы познать, так сказать. И только через какое-то время уже мне непосредственно Андрей предложил. Он говорит, ты, в принципе, можешь сам проводить тоже. Вот так она и меня нашла. Я вообще никогда не задумывался об этом. А вы проводите, вот ваша практика в Центре Ума, она созвучна тому, что, ну, как бы известная по методике Гаенке, да, я не знаю, правильно сказать, методика, да, потому что, наверное, это традиция, которая передается уже давно, да, в буддийской йоге, она существует через непрерывную линию учителей, передавалась до сегодняшнего дня. Да, но, тем не менее, то сейчас вот как бы широко известная практика, да, она приписывается именно как раз господину Гаенке, который вот, собственно, нам ее и представил в том виде, в котором, наверное, современный человек ее может знать, ну, или найдя в интернете, да, допустим, эти центры существуют по всему миру, они здесь тоже есть у нас в США, и вот это вот, то есть вы соответствуете вот именно вот этой практике, либо у вас какая-то другая своя, свое течение. Да. Вы хитро улыбаетесь, я так понимаю, что у вас свой подход. Свой подход, да. Да, в 1961-м или в 60-х годах господин Гаенко начал в массы, так сказать, эту методику продавливать. Это очень позитивно вообще, потому что очень многим, конечно же, это помогло. В США даже фильм, в США, по-моему, выпустили, «Випассана в тюрьмах», что-то с этим связано. Да. Очень позитивно. У нас немножко все-таки другое, другой подход. Он тоже непридуманный там ни Андреем, ни еще кем-то. Это подход, который в аутентичных монастырях сохранился, в аутентичных, можно сказать, монастырях в Юго-Восточной Азии, буддийских, конечно. Он сохранился и передается там. И широкому, так сказать, зрителю, широкому числу практиков он неизвестен, да, и не распространяется прям так открыто. Но, видимо, карма пришла, и вот я говорю, с 2012 года уже так через наш клуб активно распространяется, много людей с этим познакомилось. Там немножко другое. Во-первых, там чуть-чуть меньше практик сидения, потому что, имеется в виду по часовому эквиваленту. То есть, по-моему, у Гаенко там часов 10 надо сидеть. В общей сложности. В день, да. Разные сеты, там по 2 часа, по часу, нужно, в общем, в общей сложности 10 часов сидеть. Для неподготовленного человека, вот вы правильно сказали, что для неподготовленного человека 10 часов сидения – это адский ад, так называемый. Потому что болит у человека, конечно же, всё. Ему говорят, да, терпи и прочее, это правильно, это необходимо, это нужно терпеть. Но когда ум человека, сейчас я немножко отвлекусь, всё-таки одна из задач Випассаны – познакомиться со своим умом, как минимум, как максимум, конечно же, ну, набросить ту же самую узду, как это называется в йоге, йога, узда, уздечка, набросить и начать уже взаимодействовать с умом другими категориями. Так вот, когда тело человека постоянно болит, ум человека, он думает постоянно об этой боли. Это логично, это нормально. Ну, нормально в том смысле, что понятно. И у нас 6 часов, то есть там 2 сета по 2 часа и 2 сета по часу. Ещё, конечно же, мы тоже, тишина, тишина – это обязательно. Ещё момент, то что мы не устанавливаем рамки всё-таки. Вот у господина Гаенко там отбирают телефоны, планшеты, там всякие гаджеты и прочее. Мы этим, в принципе, не занимаемся. У нас люди взрослые все, сами делают свой выбор. Хотят общаться, вышли там куда-то. Ну, я знаю просто, люди реально бывают, переписываются, общаются там с теми же мамами. Кто-то думает, что все, кто поехали. Да, это такая тема, которая... Они же беспокоятся, они же не знают, ну, куда там ребёнок поехал, взрослый ребёнок, на 10 дней в лес молчать и прочее. Ну, что такое? И, конечно же, какой-нибудь маме нужно сбросить смс-ку, чтобы она не вызвала какой-нибудь орган внутренний, так сказать. Так вот, мы не отбираем ничего, мы даём людям полную свободу действий, и человек сам должен принимать для себя решение. Это тоже, я считаю, вполне, конечно, обоснованно и адекватно, нормально. У нас добавляется несколько практик, которые... Это, на самом деле, здесь даже такое, как бы, ненасилие, такая практика Ахимса прослеживается, на самом деле. Потому что, если мы себя уже позиционируем, как взрослые люди, да, мы можем сделать взрослый выбор. И мы можем понять, что раз мы уже сюда приехали, значит, мы должны добровольно отказаться, а не потому, что там... Ну, то есть у нас не военный лагерь, я правильно вас понимаю? Конечно, конечно, есть. Есть. Причём, знаете, многие люди едут не за тем, чтобы, там, с умом познакомиться, или, там, как-то именно йогой позаниматься, а многие едут просто отдохнуть. Что с этим, ну, что скрывать? Ну, реально люди устают в этом бешеном ритме мегаполисов, работы постоянной. Ну, понимаете, белки в колесе, всем известны. И люди выматываются настолько, что вот они ищут этой тишины, ищут этого отдыха, потому что там на даче всё то же самое, всё тот же объём информации, всё постоянно. Поэтому они пытаются даже отдохнуть. И как таким людям, которые вот-вот, они, может быть, только встают, а, может быть, ещё не встали на этот путь, как у них будем всё это забирать? Ну, это некорректно по отношению к ним, поэтому более лояльно у нас. Так вот, у нас ещё добавляется, конечно же, хатха-йога. То есть, два часа хатха-йоги обязательно. Опять же, это обосновано тем, что большинство людей, тела, большинство людей, они просто не готовы к сидению. Мышцы спины не укреплены, соответственно, спина будет постоянно болеть, там будут горбленные ноги тоже, там, тазобедренные суставы, колени. Ну, колени для большинства это вот бич, так сказать, это большая проблема. То есть, вытерпеть боль в коленях, потому что ты сидишь, в принципе, со скрещенными ногами, хотя можно же вертеться, крутиться, как угодно. То есть, это не подвижная медитация, да? То есть, ты можешь как бы поменять положение, либо это не рекомендуется всё-таки? Вот тут опять, конечно, в идеале лучше, чтобы человек скрестил ножки и два часа занимался практикой. То есть, наблюдением за своим умом, осознаванием дыхания, осознаванием других процессов, происходящих в теле. Но надо понимать, опять же, что большинство людей к этому просто не готовы. И, конечно же, они и крутятся бедные, и вертятся, и всё у них болит, и они потом пишут записки. У нас просто есть такое, что там, в конце дня практика, так сказать, ответов на вопросы. Ну, у людей же возникают вопросы какие-то, и преподаватель должен на них отвечать. И, соответственно, люди пишут, там, жалуются, что вот у них ножки болят, спина болит и прочие части тела. Ну, это нормально, поэтому, конечно же, они и крутятся, и вертятся. И поэтому хатха-йога – необходимый элемент, и большинство людей, они как раз и благодарят за неё тоже, потому что говорят, что без хатха-йоги они бы просто столько не высидели. И это нормально. Тем более, что надо сказать, я ещё одну ремарку тоже добавлю. Я, как человек, занимающийся аюрведой, вам наверняка знакомы аюрведические концепции каким-то образом, да? То есть у большинства современных людей выведена вата-доша, а это как раз, собственно, подвижность суставов. И то, чем страдает... Я не видела ещё ни одного человека, у кого вата в порядке. Хотя бы на какой-то миг, но всегда у нас, потому что вата, даже любое наше нервное потрясение, да, наша эмоциональная реакция, она сразу вату-дошу у нас повышает. Поэтому тут очень важно именно как раз помочь нашему телу эту вату-дошу дисциплинировать. И, собственно, и випассана, она даёт тот же результат, потому что ум, он всё время бежит, да, он всё время скачет, тоже тем самым, на самом деле, как раз поднимая вату-дошу всё время в беспокойстве. И мы как раз эту вату-дошу успокаиваем. То есть это вообще, наверное, я не побоюсь так громогласно заявить, практика, которая просто необходима современному человеку. Да, вы верно подметили. Во-первых, ум в традиции йоги и в традиции буддизма, в частности, сравнивает с бешеной обезьяной. То есть он постоянно в движении. И вот как раз практика випассаны, она позволяет хотя бы это понять, хотя бы это осознать. Потому что большинство людей живут, и они не понимают, что они живут лишь верхними слоями своими. Вот о чём я в самом начале говорил, когда в человека закладывают всю эту информацию, воспитание, родители, дедушки, бабушки, школу и прочее, вот закладывается в человека всё и образуется такой некий качан капустный. Вот есть такой образ, качан капусты. И вот эти все формы поведения, все эти нормы, которые человеком воспринимаются как данность, то есть он думает, что это он поступает. Но на самом деле это лишь один из верхних слоёв сознания, один из верхних слоёв ума. И вот практика випассаны, она как раз помогает добраться до кочерыжки, так сказать. Она позволяет вот эти все слои ума постепенно отбросить и заглянуть внутрь, познакомиться с самим собой, кто есть мы на самом деле. И это очень ценно. Вы знаете, вот у нас на самом деле на практике, на випассане до 30-40% людей, они вспоминают свои прошлые жизни даже. Ну не прошлые жизни, кто-то вспоминает там одну прошлую жизнь, кто-то вспоминает там несколько прошлых жизней. Наверное, некоторые думают, что они что-то воспоминают, а на самом деле они придумывают себе. То есть ум выдает какие-то концепции, человек думает, что ой, это я вспомнил прошлую жизнь. Но многие действительно видят или чувствуют, это не обязательно как на экране ты сидишь и видишь, вот как ты жил в прошлом и что там делал. Это на уровне интуиции даже, на внутреннем экране можно ощутить. Вот как раз практика випассане очень хорошо помогает познакомиться с самим собой, что для большинства, как вы правильно сказали, необходимо сейчас. Потому что ритм бешеный, люди не осознают вообще, что они творят. Они не осознают своих поступков, большинство людей действует инстинктивно. Пришла акция какая-то, они сразу выдали реакцию. А вот обдумать, отстраниться, посмотреть на ситуацию со стороны, к сожалению, большинства даже времени не хватает. Не то, что уже знаний, так сказать, об этом, к сожалению. Какие, каких еще результатов можно добиться вообще от випассаны? Что происходит с людьми? Вот вы уже как опытный преподаватель, поделитесь чудесами. Чудес не бывает. Ну ладно. Не, ну вы сейчас вот рассказали о чудесах, да? Потому что вот я считаю, что регрессия, когда она происходит у людей, люди действительно вспоминают свои прошлые жизни, это уже чудо, на мой взгляд. Потому что наш мир, он устроен таким образом, да, что мы сюда приходим, и мы не помним, кем мы были в прошлой жизни. И мы не знаем свою задачу на самом деле, да? Мы не понимаем свое предназначение, почему вот так все происходит. Если бы мы помнили, да, почему мы сюда, для чего мы здесь вот сейчас явились, да, в этот мир, и знали бы, почему нас сюда послали в это воплощение, наверное бы, я не знаю, было бы нам легче или не было бы нам легче. Но тем не менее, задача, да, вот высшего сознания, она такая, что нас сюда прислали, чтобы выполнить нашу миссию, да, мы должны вспомнить, ну хотя бы не обязательно с прошлой жизни, да, мы хотя бы должны понять, осознать свое предназначение, ему следовать, да, и выполнить некие, ну некое задание, да, допустим, для того, чтобы не регрессировать, для того, чтобы в следующей жизни, ну если мы это принимаем концепцию, переродиться не каким-нибудь там низшим существом или даже камушком, да, а все-таки, ну какого-то прогресса достичь, чтобы нашей душе было лучше и прекрасней, да, и поэтому то, что вы сказали, вот люди вспоминают свои прошлые жизни, на мой взгляд, это чудо, потому что, ну, можно, конечно, прибегнуть к специальной терапии, регрессии, да, сейчас тоже это достаточно популярные, известные эти практики, но если ты это вообще самостоятельно с тобой, это происходит, это однозначно, it's a miracle, извините за мой английский, да, но вот как бы так вот у меня всегда эмоциональное выражение, я считаю, что действительно это чудо, поэтому чудеса бывают, бывает, возможно, что, может быть, когда чудеса все время с нами случаются, да, мы уже считаем, что это обыденность, но тем не менее надо об этом не забывать, так вот какие же происходят еще трансформации? У людей бывает, меняется все, то есть жизнь меняется, люди потом пишут, ну, обратная связь налажена, налаживается с кем-то, и люди пишут, как у них трансформируется жизнь, смысл в чем? Ну, меняется жизнь, меняется работа, ведь большинство людей сейчас несчастны, потому что они занимаются не тем делом, которое им по душе, почему? А потому что они не знают, что им по душе, и они боятся. У большинства людей очень много страхов, кредиты и прочее, ну, сами знаете это все. Так вот, вот эти страхи порождают как раз и все несчастья, и все те проблемы, которые с людьми происходят. И вот практика молчания, практика випассаны, она является, может, точнее, являться неким переворачивающим, ну, неким тумблером, который, включаясь, запускает другие процессы, запускает как раз процессы познания себя, осознавания и прочее. Смысл такой. Есть такое слово в йоге, как аскеза. Очень важное, необходимое к пониманию, к осознаванию и в предкладном аспекте термин. Аскеза. Смысл в чем? Ну, или терпение на русском языке. Аскеза на санскрите, на русском терпение, можно сказать. Смысл в чем? Что когда человек прикладывает усилия, то есть что-то терпит, перетерпливает, то у него меняется энергия. У него изменяются токи энергии в тонком теле. И вот эти токи энергии, они как раз, так сказать, вымывают из тонкого тела человека впечатление определенное. Или как они на санскрите называются, самскары, клеши. Возможно, слышали вы и ваши слушатели. Есть в тонком теле человека определенные записи. Записи, привнесенные с прошлых жизней. Записи его мотиваций, его различных форм поведения и прочего. Пристрастий даже. То есть то, чем жил человек в прошлом, обуславливает то, как он живет в настоящем. И, возможно, будет обуславливать то, как он будет жить в будущем. Соответственно, прикладывая к себе усилия, меняя энергию свою через аскезы. А вот сидение 10 дней в тишине – это большая аскеза. Это постоянно нужно терпеть для многих. Опять же, людей, не подготовленных к телу и уму. То есть это нужно терпеть. Помогает людям трансформировать реальность так, что, возвращаясь вовне, то есть из 10-дневного затвора вовне, они не узнают вообще своей жизни. Бывает и такое. У человека начинает реальность выстраиваться совсем другим образом. То есть работа у кого-то улучшается, у кого-то бизнес даже начинает, прорывается, знаете, сквозь толщию, так сказать, морока определенного. Кто-то реально приезжает на репасану, чтобы накопить энергии, трансформировать реальность и открыть бизнес. И у них получается. Даже такое бывает. Вот вам чудеса, не чудеса, а это факт задокументированный. Так оно бывает. Ну, прошлые жизни, да, большинство людей, большинство людей эта практика помогает именно осознать себя и познакомиться с собой, познакомиться с умом и посмотреть на процессы, происходящие в мире и с человеком со стороны. Это вот очень важно, чтобы не вовлекаться в процесс игры, постоянной жизненной игры, а суметь отодвинуться в сторону, так сказать, от всего происходящего и посмотреть на страну хоть на доли секунды, хоть на секундочку. Но это очень важно, потому что идет замедление, опять же, реакции. Ну, конечно же, в разных жизненных ситуациях реакция необходима быстрая, но мы сейчас о другом говорим, что когда человек, ну, пришла какая-то, возникает ситуация, чтобы не бросаться сразу там омут с головой и пытаться что-то сделать, сотворить, не подумав. Вот, семь раз отмерь, один раз отрежь. То есть отстранись немножко, посмотри на ситуацию в более-менее глобальном масштабе, ну, как-то широко. И другие совершенно придут понимание, как выходить из той или иной ситуации. И это, конечно же, является, на мой взгляд, для большинства очень актуальным. У всех получается? Нет, конечно. То есть бывают люди, которые не выдерживают, да, 10 дней? Нет, большинство людей не выдерживают, то есть не убегают. Это абсолютное большинство. Буквально 1%, наверное, людей уезжает практически с каждой випассы. Но это 1%, это 1-2 человека. И это нормально. Но большинство людей доходят до финиша, но не у всех получается достичь каких-то состояний, не у всех, конечно же, получается что-то увидеть, на внутреннем экране или на внешнем экране. Нет, ну это понятно, потому что мы как бы на старте в разном состоянии, да. Понятно, что если, скажем, мы возьмем марафонскую дистанцию, придет какой-то там даже спринтер, и легкоатлет, и человек, который там не бегал со школы, да. Конечно, они в разных условиях. Точно так же, наверное, и в практике випассаны, потому что люди приходят на разном уровне развития, на разном уровне энергетического состояния, духовного состояния. Ну, мы все в принципе разные. Даже если мы возьмем как бы наше проявление, вы в мужском теле, я в женском теле, да, даже вот как... Кстати, вот у меня сразу возник вопрос. Женщины, мужчины как по-разному себя чувствуют на внутренней асаны? Или нет все-таки здесь такого явного гендерного различия? Ну, насчет того, как они чувствуют, я не наблюдал. Ну, я на физике, давайте про физику, наверное, скажем. Ну, вообще у нас большинство с 2012 года наблюдения такие, что каждый випассаны – это больше женщин, чем мужчин, гораздо больше. То есть процентов 70 на 30 приблизительно, больше женщин. Ну, вот буквально, вот буквально там две недели назад у нас закончилось очередное мероприятие, и вы знаете, было всего 4 девушки, там, из 15 человек. Для меня это было таким удивлением, потому что такого не было еще ни разу. Не знаю, с чем это связано, но все непостоянно. Есть такое утверждение, и оно, как говорится, вполне адекватное и корректное. Все непостоянно, все меняется, это нормально. Но каких-то особых различий я не наблюдал, чтобы девушки… Все, правильно сказали, все мы разные, и девушки сидят по-разному, и юноши сидят по-разному, мужчины. К нам и женщины приезжают в возрасте 60-70 лет даже бывает. Мужчины взрослые тоже, дедушки проявлялись. Ну, как дедушки, там, тоже мужчина 50-60 лет. Ну, это не дедушки в таком понимании. Но 50-60 лет – это нормальный возраст. Люди встают на путь с разными задатками. Это нормально. А еще такой момент, вот я тоже хотела бы спросить. Скажем, если все-таки есть какие-то проблемы физики, да, ну, не знаю, суставы там, какие-то проблемы, да, может ли человек приехать к вам? Либо все-таки он должен быть в физическом определенном состоянии. Я понимаю, конечно, есть такие, которые, как вы сказали, в интернете сегодня посмотрела, завтра приехала. И вообще не задумываясь о том, что это такое и о чем это. Ну, так, прикольно, да, поеду попробую. Но тем не менее, да, потому что насколько реально пройти практику, да, вот если есть все-таки какие-то проблемы в теле? А у кого их нет? Да, это совершенно правильно. У кого их нет? Они есть сейчас у всех практически. Если человек подготовлен, у нас же проходят и преподаватели, то есть ребята, которые занимаются йогой, и тело у них подготовлено. Но вы знаете, таких меньше. Большинство людей приезжают со своим возом болячек и прочего. Но опять же, болячки болячкам рознь. Если у человека проблемная спина так, что он сидеть вообще не может, конечно же, ему будет очень сложно. Но никто ему не запрещает сидеть, прислонившись к стене. Никто не запрещает. Ему так будет легче. Главное не заснуть. Ну, нормально пройдет, как говорится. Поэтому в идеале, конечно же, нужно быть подготовленным. Но в реале на подготовку идти может вся жизнь. И если человек будет откладывать, то, возможно, он никогда в этом воплощении уже не придет. А если он в этом воплощении уже не придет, то есть вероятность, что он и в следующем не придет. Потому что сейчас, ну вот, в данный момент, например, он может заложить базис определенный. Ведь если человек услышал об этом, узнал, но вот какие-то сомнения его одолевают, это показатель, во-первых, того, что он с этой практикой встречался в прошлых жизнях, потому что просто так ничего не бывает. И человек уже, видимо, ее проходил. Но определенный морок, то есть омрачение ума, они не дают ему тот движущий мотив, который его сможет привести к этой практике. Ну, вот загрязнение, так сказать, ума есть. Мара есть такое в буддизме существо с клыками. Мара, которому невыгодна и вся его деятельность, и деятельность его службы направлена на то, чтобы сбивать практиков с пути. Ну, вы знаете, наверное, историю в будущем Кимуни, когда он сидел под деревом, и к нему пришел Мара, его дочки и все войско, и пыталась его с этого пути увести. Так вот, это нормально, это вот существо, которое помогает человеку удовлетворять страсти. Вот и все. То есть, если человек подвергает себя каким-то удовлетворением каких-то страстей, то, скорее всего, это деятельность Мары. Но, опять же, все просто так, ничего не происходит, все по карме. То есть, у человека есть определенная к этому предрасположенность. Поэтому приезжать можно в любом состоянии тела, но желательно, конечно, готовиться, чуть-чуть хотя бы. Потому что даже если человек будет полгодика готовиться, или даже месяц будет готовиться, просто тренироваться, просто сидеть, 15 минут в день, это уже хорошо. Это уже хорошо. Главное, прикладывать усилия, потому что если человек не будет прикладывать усилия, то у него и, соответственно, все будет вот так вот, понакатанный вниз, скорее всего. К сожалению. Ну да, я с вами совершенно согласна. Тут без усилий у нас вообще ничего не случается. Тем более сейчас в нашем мире, как это, который подвержен Тамасу и Раджесу, да, то есть мы все живем в страсти, и это мы видим везде регулярно, особенно люди, живущие в больших городах. Это бесконечные искушения, бесконечные, так сказать, влияния демонов, да. Я не знаю, я вот сейчас, к счастью, не живу в большом городе, да, и я понимаю, насколько ты переносишь, насколько тебе легче становится дышать, да, и вообще делать что-то и думать. А когда ты в этом потоке, как белка, действительно в колесе вращаешься, то, в общем, требуется остановка. Если, конечно, ты это осознаешь вообще. Слава Богу, когда идут счастливые те люди, которые осознают. Вот, и пару слов буквально у нас уже подходит к концу наше время. А вообще, почему важна медитация для всех, да? Вот вы как учитель уже, с опытом, расскажите нам. Потому что многие думают, что медитация, да, это какое-то понятие, которое к нам пришло из восточной культуры, да, из Тибета, из Индии. Это некое ведическое понятие. На самом деле ведь не так, да, потому что даже человек, приходящий в православную церковь, да, и начинающий произносить «Отче наш», молитву, да, он тоже в неком медитативное состояние. Погружается. Если мы посмотрим на православные монастыри, да, то там это просто практика медитации, ну, как пример. Поэтому вот скажите нам такое веское слово. Ну, мы уже с вами много сегодня говорили о том, что мы живем в век информации, постоянного потока информации. И медитация, она как раз позволяет очистить себя до некоторой степени от этого информационного потока, узнать, кто ты есть, ну, и быть счастливым, так сказать. Если человек узнает, кто он есть, то, скорее всего, он узнает, зачем он сюда пришел. То есть вот это главные вопросы, в принципе, для начала духовного восхождения. Кто я? Зачем живу? И зачем умираю? Вот это три вопроса, на которые каждый разумный человек должен себе, ну, или пытаться хотя бы ответить, но вообще не отбрасывать их. И медитация как раз может помочь в этом. И в частности, практика Випассана, она может помочь найти то предназначение даже. Это, кстати, возвращаясь к чудесам. Вот это одно из главных чудес. То есть не вспомнить свою прошлую жизнь просто как она была, а именно понять, зачем ты здесь нужен вообще. Вот в этой всей системе зачем ты пришел? Какое у тебя предназначение? И вот это очень важно. Но вот еще один момент хотел бы сказать. Вначале мы говорили о блоках, стену ставить, чтобы вот эти потоки всякие не пускать в себя. Но такой момент. Если мы поставим блок, и эта информация будет к нам пробиваться, то от этого блока она, скорее всего, отлетит и полетит куда-то в другое место. И кому-то она попадет тоже. Так вот в буддизме, например, есть такое понятие, как бодхисатвы. То есть это люди, которые, по-русски сказать, живут не для себя. То есть они слушают этому миру посредством различных методик. В частности, посредством методики йоги и прочее распространение знаний. То есть когда человек максимально настроен на то, чтобы другим в большей степени было хорошо, нежели ему. Вот это в нашем мире сейчас очень необходимо. Оглянуться вокруг и весь тот эгоизм, который в большинстве из нас присутствует, постепенно начать трансформировать в альтруизм. Это очень важно. И випасна, и вообще йога, она может помочь как раз вот по своими методиками как раз выходить на такие уровни понимания всех этих процессов, осознавания себя, как человека, который живет ради другим. Я считаю, что и наш клуб, в принципе, он всей своей деятельностью показывает так, без лишней, так сказать, скромности, но по факту так оно и есть, показывает, что можно так жить, и это нормально, и это корректно. Хочу закончить нашу программу цитатой, которую я прочитала на вашей страничке, как раз где информация о вас в клубе ум. От того, что мы делаем, зависит наше будущее. Как тень следует за телом, так и карма следует за нами. Каждый должен испробовать то, что сам совершил. Из золотого ожерелья сказали о Падмасабхве. Спасибо вам большое, Роман. Я хочу напомнить, что с нами сегодня был Роман Косарев, преподаватель йоги, преподаватель центра клуба ОМРУ, преподаватель практик Привипассаны. Очень много занятий у Романа, выложено, кстати, на сайте ОМРУ, если вам интересно. Обязательно посмотрите. Очень здорово и полезно, я надеюсь. Можно, наверное, к вам. Для жителей России можно рекомендовать присоединиться к вашим практикам. Как часто, кстати, вы проводите Випассану? Ну вот сейчас у меня вообще такой прям, вот так вот, буквально. Мы в Крыму проводили в начале октября. Да, октября. Сейчас потом, через неделю, закончилось вот в Ярославской области. Сейчас я приехал в Питер, у нас будет интенсивная Випассана, то есть четырехдневная. Вот буквально в среду мы едем четыре дня. Тоже такой формат, очень интересный, и людям помогает. То есть, кто не может вырваться на десять дней, мы устраиваем четыре дня. И потом сразу же я лечу в Индию в тур на десять дней. По местам Будды будет очень здорово, позитивно к дереву Бодхи. Будем там заниматься, практиковать. А потом, в общем, постепенно, еще у нас курсы преподавателей проходят, семинары различные. Много, интенсивно. Спасибо вам большое, что вы в своем плотном графике дошли время для нас и рассказали о практике, о своем обыде. Мы очень вам благодарны. И оставайтесь с нами на волнах радио Сангейт. С вами сегодня была Анастасия Хрущинская. В гостях у нас был Роман Косарев. И до следующего понедельника. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.